Накануне 9 мая на заводе Урал-Ати прошло праздничное шествие и митинг. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Всего в шествии приняли участие более 100 человек. Среди них руководители города, работники завода Урал-Ати, ветераны, дети, участники военно-патриотического клуба и не только. После шествия на площади у мемориала павшим воинам начинается митинг. Первым с праздником всех присутствующих поздравляет заместитель генерального директора Урал-Ати Андрей Кузьминых. Сегодня мы вспоминаем наших заводчан и родных, тех, кто сражался на полях Великой войны, и, кто работал на нашем заводе, приближая нашу победу. Светлая память погибшим участникам войны и нашим ветеранам, работникам завода. Они и сражались, и работали славно, о чем говорят знамена и ордена, полученные нашим заводом. С праздником, уважаемые работники завода, с праздником ветерана, ветераны. С Днем Победы! Стоит отметить, что во время войны защищать родину отправили более 250 заводчан. 50 из них так и не вернулись. День Победы – это праздник со слезами на глазах. И от этого мы не уйдем никогда. Будем помнить всегда, и я уверена, что те дети, которые у нас сегодня уже есть, которые появятся, всегда будут помнить о подвиге настоящего солдата. Я хочу еще раз поблагодарить коллектив «Урал-Ати» за ту память, за тот подход, за то отношение к пенсионерам и ветеранам, за отношение к самому празднику, к Дню Победы. Искренне поздравляю вас всех, желаю вам здоровья, желаю вам успехов, но и самое главное – мирного неба над головой. С Днем Победы! Напомним, что завод «Урал-Ати» и еще 13 предприятий эвакуировали в Азбест из Ленинграда в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны на заводе «Урал-Ати» круглосуточно трудились и дети, и взрослые. На предприятии выпускали продукцию для военной техники. Здесь я отработала 25 лет на заводе. Конечно, я пока хожу, буду ходить, хотя уже и болячки такие серьезные, но все равно душой-то все равно хочется всех увидеть, со всеми встретиться. Почему я хожу? Во-первых, у меня папа тоже участник войны. Конечно, он в Бестовске. Сама я воронежская. Мы после войны приехали. Воронеж разбомбили. И вот папа инвалидом комиссовали из госпиталя. Ну, нас четверо было в семье. Тяжело было. 9 мая – это праздник, которому нет и не будет равного. А равного по величине и по трагизму. Для каждого это особый праздник, который по-своему дорог. Память азбестовцев, павших в боях Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы и венки. Анастасия Сметанина, Максим Фетисов. Новости АТВ. Новости АТВ.